Хочу оговориться, ну, может быть, и оправдаться. Когда я бываю где-то в каких-то странах, мы предлагаем широкую повестку дня, и особенно вопросы обмена технологиями, и особенно так называемые оппозиционеры, но они просто сволочные, и это особенно характерно некоторым в России, они начинают, ну, что там, вот Беларусь, небольшая страна, они какие-то технологии предлагают, ну, в данном случае Узбекистан. Мы, Шукат Мирович, выходцы из советской эпохи, эту жизнь протопали ногами по земле и стали президентами, и мы знаем, как было раньше. Беларусь в советском высокотехнологичном государстве, государстве, которое вышло в космос, создало самые современные автомобили, аппараты и так далее, Беларусь была очень высокотехнологичной республикой. Я бы сказал, даже самой высокотехнологичной и многопрофильной. Так сложилось. Мы не растратили это за период 90-х годов и сейчас. Президент это хорошо знает. Он очень хорошо знает Беларусь. И я всегда говорю, те технологии, которыми не обладал Узбекистан, так сложилось. Хлопок, хлопок, давай хлопок. И они, бедолаги, тогда качали этот хлопок на весь мир, можно сказать. Еще там какие-то отрасли в Беларуси, поток сырья, в том числе из Узбекистана. У нас есть мощнейшее производственное хлопчатобумажное объединение, где там хлопка не было. Отсюда получали, современные предприятия перерабатывали и поставляли на экспорт. То есть мы перелопачивали огромное количество экспортной продукции. А для этого нужны были высокие технологии, потому что за рубежом, на Западе особенно, не купят, если плохо. Нам повезло в этом плане. Ну, это был какой-то долг Советского Союза перед беларусами за то, что произошло в годы Великой Отечественной войны. Тогда республика была уничтожена полностью. И вы, и другие республики нам помогали восстанавливаться. Не было ничего живого. Каждый третий человек погиб. И тогда была создана основная индустриальная база, высокотехнологичная. Еще раз подчеркиваю, мы ее не разрушили. Мы ее сохранили. И в основном она находится, эти предприятия гигантские, типа МАЗ, БелАЗ, МТЗ и так далее. Телевизионные наши предприятия. Они находятся в руках государства. Мы тоже их не порезали на куски и не раздали частникам. Мы взяли за сельское хозяйство, потому что у нас была проблема накормить. Вы помните людей? Накормить и одеть. Сильно взялись. И кевру от лекарств отрывали, но крестьян на ноги ставили. И достигли в этом определенных результатов. Я это говорю потому, что сегодня Беларусь в силу сложившихся тогда условий и теперь имеет все то, что сегодня нужно технологически. Узбекистан нужно сегодня и завтра. Это не потому, что мы такие умные, а потому, что мы стоим на плечах гигантов, которые создали то, что мы сегодня имеем в Беларуси. И мы братские республики. Беларусы и узбеки очень похожий народ. Толерантные, гибкие. Они не смотрят в огород чужим людям, никого ничего не отбирают, не собираются воевать. Мы трудолюбивые народы и готовы свое счастье сами искать и находить. Поэтому мы предлагаем Узбекистану приезжайте и посмотрите в сельском хозяйстве. Вот мы договорились о строительстве фабрик по производству мяса, курицы, яйца. И не потому, что там не хватает чего-то может быть в Узбекистане, потому что мы, как президент предложил, мы можем это продать соседям. Обычный земной подход, мы его придерживаемся и готовы вместе работать и продавать там и мясо, курицы, бройлеры выращивать здесь. Даже я предложил больше фабрик строить. Понятно сразу, зерно надо. Зерно мы купим сегодня в России по дешевым, невысоким ценам достаточно зерна. Купили дешевое зерно, переработали здесь, продали на третьих рынках нашей технологии. Мы это хорошо умеем делать. Так почему ее не произвести здесь и не продать за забором в Афганистане? То есть мы исходили в переговорах от земного и шли от подребностей узбекского народа, белорусского народа и соседей. А их, как известно, не выбирают, они от Бога. И я поддерживаю политику президента Узбекистана, который старается по-человечески выстраивать отношения с своим южным соседом, с Афганистаном. Поэтому у нас торговля с третьими странами занимала достаточное место на переговорном процессе сегодня.